приветствую друзья и еще одна часть посвященная некоторым нюансам уборки кубиков слепую я кажется не говорил о том что в ребрах также могут быть развернутые ребра ну к примеру что то такое может быть что то такое да то есть мы ставим наши ребра и в конце концов у нас получается что вроде бы как бы все поставили да но буфер вот когда последним становится обращайте внимание на то что блин я немножко неправильно взял кубик ну ладно не суть важно предположим что это у нас буфер да всегда обращается внимание при последнем цикле который вы делаете как стоит буфер на своем месте если буфер становится белым наверх да соответственно вот как у нас здесь белый зеленый то скорее всего все нормально да у вас нет ничего не ориентированного то есть вы или поставили все кубики на свои места да или у вас какие-то кубики еще остались которые надо поменять просто с буфером и так далее но если при последнем цикле буфер у вас становится не как-то коряво да не белым наверх а соответственно другим цветом значит вы точно где-то пропустили элемент стоящий на своем месте и развернуто неправильно вот как например вот здесь вот допустим при перемешанном кубике это вполне в принципе нормально да то есть не заметить такой кубик и собственно пропустить его мимо глаз это вот на собранном так бросается глаза когда кубик перемешан это не так просто и заметить на самом деле что мы делаем в этом случае абсолютно то же самое что и делали с углом с углами мы просто берем и прячем на его место буфер на любую наклейку допустим на данном случае на вот эту наклейку мы заменяем делаем букву т а затем уже из буфера эту наклейку ставим правильно вот таким вот образом это что касается перевернутых ребер да и конечно может быть больше чем одно и так далее но их обязательно включаете в циклы вот эти все для чего это надо кажется я еще не сказал вам о так называемом паритете паритет это состояние четности кубика при котором наши ребра могут находиться или углы не так как они находились до того как мы начали сборку это бывает при нечетном количестве циклов у нас есть две цепочки есть углы есть ребра и неспроста мы их считаем если у нас нечетное количество в одной цепочки перестановок значит и в другое она также будет нечетным и тогда в этом случае между перестановками углов и перестановками ребер мы должны сделать формулу паритета формула паритета это левая семерка левый rpll из методики джессики фридри я его делаю таким образом я делаю перехват и делаю дальше алгоритм так 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 и так и делаю перехват обратно и обратите внимание что он делает он меняет вот эти два угла и вот эти два ребра вот у некоторых ребят был вопрос а как запомнить да вот эти вот ребра и углы что они вот будут меняться да и они вот при паритете они поменяются подчеркиваю и запоминать это не надо просто при запоминании куба запоминается исходное состояние куба и считаете цепочки если у вас цепочка ребра например нечетная это значит что вам понадобится сделать вот эту вот формулу перед тем как приступить к угловым элементам вот если же четная то соответственно в этой формуле нет никакой абсолютно необходимости и вы сразу можете после сборки ребер активно приступать к углам или наоборот после сборки углов приступать к ребрам при четном количестве перестановок теперь вопрос как лучше тренироваться конечно же сразу будет очень сложно запомнить и цепочку ребер и цепочку углов для начала попробуйте запоминать цепочки отдельно для реберных элементов и отдельно для угловых я тренировался пытаясь запоминать цепочки из пяти букв потом потихонечку добавлял буквы у меня получалось 7 букв потом 10 и вот после 10 никак не мог запомнить вот 11 у меня всегда какие-то косяки были но тем не менее в процессе практики у меня немножко развилась моя память и я смог запоминать 10 и 11 и даже больше букв в реберных элементах и соответственно 7 букв в угловых элементах еще хочется сказать что ребята не гоните сначала за скоростью а для начала просто без учета времени пытается запоминать скорость придет со временем вот такой вот кламбур получается но не пытайтесь запоминать именно последовательность букв потому что не знаю как у всех а у меня очень часто бывало такое что вот я вот смотрю на кубик и вижу значит так в я з ш вяза ш а б г то есть не не пытайтесь этого делать потому что в башке у вас будет полная каша вы ничего не запомните скорее всего и только напорите составляете слова именно слова из двух букв можете из трех букв и четырех букв да как у вас повезет с цепочкой те кто смотрел мои видео да вообще помнят это замечательное слово вагзера да которую я составил из целых шести букв вот поэтому проще составлять слова из двух из трех букв да вот три буквы отсчитали составили слова еще две буквы считали составили слова и это будет естественно способствовать развитию вашей фантазии и воображения потому что запоминать буквами очень очень сложно не старайтесь это делать это скорее всего ни к чему не приведет говорю вам из личного опыта вот но в принципе на этом можно и закончить и пожелать вам удачи в изучении этой замечательной дисциплины сборки кубика рубика вслепую здесь то что я вам показал это лишь самая база самая основа есть огромный простор для развития для изучения метода turbo трициклов и так далее но это уже для тех кто хочет идти дальше а мне например пока хватает от похмана и я надеюсь что я этим методом смогу собрать когда-то быстрее двух минут вот но пока удачи ребята тренируйтесь и с вами был фил оставайтесь на моем канале